Воспитание чувств с помощью живописи и музыки в художественной галерее с этого дня начали серию развивающих занятий для детей до трех лет. Специалисты уверены, даже такие юные посетители вполне способны воспринимать искусство, а оно в свою очередь влияет на интеллект и эмоции. Как проходит занятие, увидела наша съемочная группа. По залам русской и европейской живописи топочут будущие ценители прекрасного. Для самых маленьких посетителей художественной галереи и их родителей здесь подготовили специальную программу под названием «Слышать краски, видеть музыку». В ее основе синтез двух искусств. Музыкальную часть занятия ведет Екатерина Путря – профессиональная скрипачка, педагог и молодая мама. Говорит, ее задача помочь взрослым и детям узнать в сочинениях Вивальди образы переменчивой осенней погоды. Малышам и их мамам предлагают слушать музыку активно. Для каждой смены ритма и тональности педагог показывает движения и несложные игры. Екатерина уверена, музыка развивает не только речь и мышление ребенка, но и его эмоциональную чуткость. Эмоциональное чтение других эмоций, сочувствие, все это там есть. Она развивает интеллектуальные данные ребенка. Потом мы очень принято считать, что музыкальные дети склонны к лучшему изучению иностранных языков. У них просто за счет того, что открываются уши, фонетический слух становится более отчетливым, более тонким. И потом все эти интонации иностранной речи воспринимаются легче. Композиция, ритм, тона и контрасты – все это есть и в живописи. Специалист художественной галереи Ксения Зубакина поясняет это на примере осеннего пейзажа. Его автор – один из классиков жанра, уральский художник Леонард Туржанский. Яркая палитра, понятное изображение – как раз то, что маленькие дети могут на своем уровне воспринять и объяснить. Занятия направлены на развитие мышления, памяти, восприятия. Искусство, оно с одной стороны такой эстетический отдых, можно так сказать, а с другой стороны это огромный потенциал для развития. Мы его просто не всегда видим, не всегда понимаем, а через искусство, будь то живопись, будь то музыка, мы можем очень много ребенку дать, просто нужно знать и уметь, как это сделать. Ближайшие занятия здесь проведут 15 октября. Тут состоится концерт, участвовать в котором будут музыканты Перми. Все подробности на сайте художественной галереи. Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.